Бюджет Петропавловска благодаря цифровым технологиям за три месяца пополнился на 5 миллионов тенге. Это сумма штрафов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных видеокамерами. Подробнее о цифровизации в полиции расскажет Нургуль Ахметова. Помогли ему оформить онлайн режим и замену прав. Ему нужно было только госпошлину оплатить и все. Пару кликов компьютерной мышкой, немного ожидания и все новое водительское удостоверение можно забирать. Процедуру обмена прав сделали более удобной для людей, впрочем, как и процесс сдачи экзамена, на который сейчас можно прийти без обучения в автошколах. Но, как показывает практика, не сдает каждый третий. Дается три попытки, как на теорию, так и на практику. И после этого на шесть месяцев уходят, заново готовятся. Это у нас красивые номера, да, здесь? Да, это номера повышенного спроса. В этом году уже 27 комплектов выбрали люди, приобретают. Ну, это, во-первых, пополнение государственного бюджета и для людей. Пополнять бюджет помогают и видеокамеры. Их в Петропавловске 54. Есть несколько умных перекрестков. Опытные водители знают их наизусть, а вот новички могут и попасться в поле зрения и получить штраф за нарушение правил дорожного движения. Тут даже красивый и дорогой номер авто не спасет. Со всех сторон установлены видеокамеры, которые автоматически фиксируют, если водитель проехал за стоп-линию или на красный сигнал светофора. Видите, он стоп-линию проехал. До шести секунд получается. Фиксирует автомашина, вот, что он нарушил. Мы проверяем гус-номер. То есть вы даже можете узнать всю информацию о водителе? Да, где вам прописана последняя прописка. Видите? Вот. Североконстанский область, Ирталовский район, Селок-Карлок. На этот адрес теперь придет письмо счастья. Так в народе называют извещение о штрафе. Правда, вряд ли обрадуется тот, кто его получит. С начала года водители Петропавловска более 1700 раз нарушили правила движения и пополнили казну на 5 миллионов 200 тысяч тенге. Почему размеры взысканий такие большие? Один из самых главных вопросов, который волнует водителей и который они задавали полицейским. Стражи порядка специально ведут прием прямо посреди дороги, чтобы выслушать обращения и пожелания граждан. Сразу не наказывать. Сразу резко штрафы у нас вот такие. Ну, предупредим, человек забыл там что-то, допустим, тот же цвет. У нас сразу штраф выписывать за это. Можно предупреждение выписать. Вы как давно уже здесь сидите и какие вопросы к вам поступили? Вот с утра, и сегодня мы с 9 часов работаем, значит, с утра, значит, вопросы где-то вот в этом, именно здесь, где-то в пределах 44-50 человек уже к нам обратились. Вопросы, значит, многих первые интересуют это по оплате штрафа. Акция будет два дня проводиться. С 9 утра до 19.00 и завтра так же самое с 9 до 19.00. А если вот дождь, снег падет там? Ну, мы для этого автобус приготовили. Автобус приготовили, сущего, мы там можем принять. В первый день акции «Приемная на дороге» к полицейским Петропавловска поступило более 100 вопросов от горожан.